Вы доверяете правоизвестного обмена, профессиональные юристы, посаживайтесь. Теперь, надо выставить юристы. Хорошо, прежде чем делаем дело, если направление обращено в правительстве, утверждающее правление в факультуре, в отзывы на комиссионный жалоб. Продолжение следует. Если я попросил, то сами, у нас администрация города, у вас у всех почти два похода, вы указываете, что не просите привлечь участие в деле ЖСК Дома Шарики и Дома Губрия Константиновича. А там выписка материал дела представлены, что земельный участок, в отношении которого принято решение, а как надо сделать ничтожный участок? Сударь. 208-й, который был предоставлен взамен на нем, он применен отношениями, в отношении ЖСК, в отношении СТОРСК Дома Шарики и по ипотеке Тугана Дмитрия Константиновича. Соответственно, суд, а это выписка имел с самого начала судебного процесса, мы об этом как бы указывали, суд, полагали, что принято решение непосредственно задракивать их права, так как сделки признаны ничтожными. То есть они являются арендаторами, на которую замен были? Да, да, совершенно верно. А вы ранее заявляли в террористанции? Ну, я обращаю внимание, что там имеется... А сейчас и заявляли? Нет, сейчас, по-моему, и заявляли, потому что выписка, она с самого начала дела есть, на этот земельный участок и суду, а мы его выберем. Давайте мы еще раз твой участок сейчас сделаем. Здесь очень часто. Да. А самого договора нет? Уважаемый суд, если вы позволите, я также дополню об основании. Дело в том, что на момент обращения с иском прокуратуры данный земельный участок уже находился, соответственно, на праве аренды в Туганах. То есть в данном случае судебный акт в части применения двухсторонней реституции и возврата земельного участка органами местного самоуправления, оно в этой части, в этом участке невозможно, поскольку Ноздрин, соответственно, свое право, так скажем, реализовывал. Поэтому здесь вопрос о том, заявлялся ли ходатайство о привлечении или нет, это моя профессиональная точка зрения, не имеет существенного значения, поскольку в данном случае это влияет на возможность исполнения решения суда. Поэтому данный земельный участок подлежит изъяльцу по судебному решению, если он вступает в законную силу, от иного лица. И этот судебный акт затрагивает непосредственно его права и обязанности. И на момент начала рассмотрения... Но все-таки с удовольствием у вас какие-то материалы дела... Кроме выписки, выписки и все, да? Ну, дело все в том, что в суде первой инстанции вообще заявлялось ходатайство об исследовании из Росрегистра всех регистрационных дел. В данном случае суд первой инстанции пояснил, что и как следует из материала дела, что прокуратура с проводительным письмом к исковому заявлению приложила в электронном виде порядка трех тысяч документов, которые содержат в себе регистрационные дела. Поэтому в данном случае в электронном виде документы существуют, и договор также имеется в материалах в том, что вы заявили в жалоб дополнительных по данному факту, что вы желаете. Потому что вы сделали указы, что необходимо определить в данный письм. Дополнить желаете, нет? Вопросы по данным обстоятельствам, позиции нет прокуратуры. Что-то желаете? Возвращение данного лица, как он... Нет, у вас нет предложения, да? Нет. Нет, против привлечения. Ну вот, они просят. Привлечь не было. У меня знакомы были, потому что у вас нет, у нас нет, у нас нет, у нас нет, ничего. В жалобе они просят привлечь главного Дмитрия Константиновича и дом на шарике ЖЭС-2. Ну, мы возражаем. Ну, хорошо, давайте мы тезисно, значит, заслушаем заявителей жалоб. Повторяться не нужно, потому что у вас фактически одинаковые жалобы. Если можно акцентировать внимание на основных, так сказать, доводах, причем, вы считаете, имеется нарушение, что будет поступать у нас в администрация. Ну, начнем. Да, основные тезисы на судовую жалоб абсолютно меры не поддерживают. Первый тезис – это профессуальное нарушение. Как мы сейчас судом этот вопрос уже были поставлены на судебный. То, что вынесены решения на эти права лица, которые мы привлечены к участию в деле абсолютно данной поддержки. поддерживают. Да, поддерживают. По сути, по сути, как исковое требование, вот сколько нашли судебные заседания, неоднократно по профилю задавались вопросы, в чем нарушение, чего именно, когда законодательство, по нашему мнению, мы так и не получили полный и, скажем так, развернутый ответ на все поставленные вопросы. И суд с вами решений практически так же не мотивировал все доводы, которые были сложены в заражении администрации по сути. Да, было принято решение, ну, при том, проекте нарушения отношений к территории армии Соловелова. Было принято решение об изъятии земельных участков для муниципальных участков. Вся процедура, она установлена земельным кодексом. В данном случае администрация здесь четко руководствовала с данными положениями. И у собственника, потому что это у нас участие в деле преимущественно в качестве ответчика и понедельника, Körperg, который был собственным объемом индивидуальности, который в соответствии с положением земельного законодательства имел безусловное право на предоставляно земельных участках в аренду. Соответственно, данные земельные участка в объеме недвижимости были изымаетесь в путем мены и предоставлением размену в других земельных участках. При осуществлении данной процедуры была, была произведена процедура оценки объектов изымаемых. Соответственно, мы прокуратура обыски указывала. Один из долгов также был то, что несоразмерность по стоимости за моим предоставлением нам заявлялся от остальной экспертизе, так как это один из долгов также был основной, что провести оценочную экспертизу, в чем нам судом первой инстанции также было отказано без материровки. Это тоже у нас в долг указанных жалобов. То есть просто суд принес определение об отказе назначения экспертизы и никаким образом не отментировал, почему он отказывает, почему суду нет надобности, скажем так, в проведении экспертизы. Ну и, соответственно, установим данное решение. Скажите, вот, седьмой участок, 43-й. Вы говорите, что договор о аренде со множественностью листа. На кто там еще арендаты? Какие лица? Везде упоминаете о со множественностью листа. Кто еще? Можно пользоваться по-другому лаборатору? Может? Можете, пожалуйста. На основании заявления Носленова заключен договор о аренде с множественностью листа на стороне арендаторов сроком на 11 месяцев. Размер обязательства был определен, исходя из площади объектов недвижимости, которые принадлежали. А кто еще, так сказать, соарендаторы? С арендатором никого не было. Почему со множественностью листа? Потому что любой собственник имеет возможность вступить в этот договор в любое время. То есть там есть со собственники объекта недвижимости, но как таковые они договор не заключались. Нет. Но такая возможность у них есть вступить в этот договор. Ну а кто там со собственники недвижимости? Если не ошибаюсь, Титов, Кузнецов. Если это земельный участок, он подосредован, срок третий, там есть еще Рубиз, а кто там со собственника? Уже, если Вы позволите, как? Этих лиц привлекли к участию в деле судей первой дистанции. Это Титов и Кузнецов. Соответственно, это те лица, которые присутствовали при процедуре поэтапного взятия. Они привлечены к участию в деле в качестве третьих людей. Но они не выражали свое желание на заключение договора, как того требуют нормы земельного полиции. И препятствий к тому, чтобы они стали стороной договора, также не имелось. Поскольку в данном случае, если мы говорим, а мы говорим именно о долях относительно площади объектов недвижимости к площади земельных участков, то у них была возможность обращения и оформления права на тот объем, на ту квадратуру площади, к которой принадлежало им. Продолжение следует... Продолжение следует... Ранее Кузнецова и Титов являлись арендаторами данного земельного участка. И по окончании срок аренды они не изъявили желание заключить новый договор на новый срок. Просто в решении суток не указывали, потому что отдельно было, как кто заявлял по нас, не разу, честно, за свидание. А... 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 На прокуратурном направлении КОП искал заявление это делалось. Какие соответствующие есть решения с ним указывали? Они были участниками. Ну, понятно. Что-то... Все у вас, да? Значит, кто у нас... Есть какие-то вопросы к администрации? Нет? И... Дополнить. Значит, ДОВД и другое заявление. В какой постепенно? Продолжение коллеги. Ну, в данном случае, представитель предыдущего, он полностью как бы осветил те основания, так как коллеги просят не повторяться и достаточно неполнить все изложенные апелляционные жалобы в апелляционные жалобы. В данном случае я хотела бы сказать о том, что помимо ДОВДов, которые изложены в апелляционные жалобы, мне кажется, существует процессуальный момент по предоставке, проставлению прокуратурой отзывы. В данном случае, сейчас оглашая доводы операционных жалоб, мы, остальные участники процесса, не имеем возможности, так скажем, апонировать тому, что было указано в отзыве. То есть позиция, соответственно, прокуратуры на настоящий момент, ну, она как бы скрыта, ну, в кавычках я имею в виду. Вот, поэтому в данном случае, конечно, захотелось ознакомиться с отзывом. А относительно, соответственно, доводов, которые изложены в апелляционной жалобе, ну, в том числе основными моментами, что-то новое, то, что в апелляционной жалобе не изложено дополнительно, не имеется, если только обласить то, что уже было заявлено. Вопрос идет о прокуратуре? Нет, я не имею в виду. Значит, у нас комитет правления и мусор. В суд комитет правления, если также поддерживает долу предприятия жалоб, помогает, что решение обитражного суда незаконно и невоснованно, имеется нарушение как на профессиональном праве, так и на армии материальных прав. Если кратко по профессиональному нарушению, во-первых, как уже представитель администрации указал, непривличны были участие в процессе заинтересованные лица, которые были предоставлены заинтересованные лица, которые были предоставлены заинтересованные лица. В тобой тоже долут в том, что деятель был отказан в подаст его назначении экспертизы, тем самым суд нарушив правоотвечкой и состязательных сторон в судебных процессе. Кроме того, также в документах нашей залоги мы указываем на то, что решение от стран суда не содержит предложение, выгрожение, объяснение людей с основанием, почему суд не принял внимания данной документ. Также в первой инстанции не объявилось ли доказательств, что закончили предупреждение совещательной комнаты. То есть материалы сделаны нестыдны. По поводу материальных нарушений, мы полагаем, что здесь судорные правила были установлены нормы права и сделаны соответствующие правила. Мы полагаем, что администрация действовала в рамках закона. Мы сходили с того, что у Назберна имеется исключительное право в представлении земельного участка, а оснований для отказа представления земельного участка не имелось. В момент изъятия земельного участка договора Лены являлся действующим, не прекратил свое существование. Кроме того, также хотел бы обратить внимание сюда, что данные нашего города предупреждены в том числе и в действительном направлении Федеральной службы администрации по администрации картографии, которые аж твиллу, что администрации по администрации по администрации, то есть самим повернут в законность на ответы новым действующим обладателям. Вопросы какие-то будут? Нет, нет, только дополнить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Там есть вам 6 утверждений. kunt? Вот все, что вы хотите добавить. Расскажите, территориаля — это где第1стика? Где Трамвай на труде или дерево находилась? Продолжение следует... 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 Съемка включается.